Всем добрый день! Сейчас мы сделаем такой расклад. Послание дьявола. Что дьявол хочет вам передать? Поработаем немножко с дьяволом. Я все же напомню вам, что расклад является общим, поэтому то, что здесь вы получите, услышите, будет являться общей информацией. Если вы видите, что с вами не совпадает, то посмотрите другие расклады, либо обратитесь ко мне лично. И еще такой момент. Люди, которые обращаются ко мне, женщины, девочки, которые возомнили о себе, я не знаю кого, и вот с такими вопросами. Что дьявол хочет мне передать? А ты кто? А кто ты такая в этой жизни, чтобы он тебе что-то передавал? Ты кто? Дьявол не идет со всеми на контакт, чтобы что-то где-то передавать. Нужна наработка. Нужна сила. А то я смотрю, тут все мне пишут прям ведьмы такие с коронами, а потом на поклон ко мне идут. Морета, помоги. Если я уверена в своих силах, я никому не прихожу, потому что я знаю, какой дорогой я иду и что я делаю. И по поводу рун. Тоже сегодня писали три девочки, чтобы я им помогла. Ставы налепили себе, когда я предлагала помощь. Теперь у одной ребенок умирает, у другой мать кровью чихает, ее там отправили. Я не буду помогать. Мир магии это такое. Вход бесплатный, выход смерть. Если как бы, ну, уверены в своих силах, ну, welcome. Скупой платье дважды, слышали, да, о таком? Все, поехали. Послание дьявола. Что дьявол хочет передать? Такое будет послание жесткое. Я не буду тут, как некоторые тарологи, у которых уже возраст преклонный. По 45-50 лет они все девочек из себя строят, молодых. Все под меня косят. Уже шея вся в морщинах ебло. В морщинах они все девочки-припевочки. Одевают розовые шарфики, но уже настолько смешно, что это клоунада. Цирк уехал, клоуны остались. Вот. Закончили курсы тарологии. Хотя эти курсы, вот то, что они там показывают, да, вам, обманывают вас, ну, это до пизды, простите за выражение, просто до одного места. Все эти сертификаты, даже наличие меддиплома у врача не дает вам, так сказать, не обнадеживает вас на квалифицированную медицинскую помощь. Вот что я говорю, да. Вот. Потому что показать бумажку, это мало что значит. Сейчас продается, покупается все. Надо знать. Вот. У меня никаких бумажек нет, я никакие курсы не заканчивала. Вот. Во мне эти курсы зародились все еще, наверное, я когда в утробе была. Все, поехали. Послание дьявола. А то вам там говорят расклады, которые вы хотите слышать. Любит, украдет, позовет, хочет забрать, увезти. А вы сидите как вот, не знаю кто, вот, уши у вас развесились, а вы так верите. А он уже шестую бабу трахает. Я буду прямо говорить, я чернушница, мне пухую. Меня не любят многие люди, но я такая, какая есть, мне по барабану. Послание дьявола. Что дьявол хочет вам передать? Что дьявол хочет вам передать? Здесь вы столкнулись с очень серьезным обманом, то есть все, что есть сейчас между вами и людьми, которые находятся рядом с вами, это просто обман. Но вы многих выводили, то есть вы, как сказать, видели обман заранее. Здесь есть люди, которые опять хотят вас обмануть, но у них больше ничего не получится. Здесь есть крадники, которые на вас будут делать. Здесь будут люди пытаться ввести вас в заблуждение. Здесь очень много ненужной информации вам предоставляют люди. Вот выпали здесь вы. Здесь дьявол говорит о том, что сохраняй спокойствие. Даже если ты видишь, что люди пытаются тебя обмануть, не делай вид, что ты знаешь. Ну, не делай вид, что ты знаешь, попробуй поиграть с ними в игру. Тут карта очень большого обмана, и этот обман исходит от вашей семьи, от ваших родственников. Они хотят сесть вам на голову. Они хотят за ваш счет свить себе гнездо. Есть люди, которые общаются с вами только ради денег. Есть люди, которые общаются с вами только ради денег. Им больше ничего не нужно. Им нужны ваши деньги. Пытаются забрать ваши ресурсы. Тянутся к вашему здоровью, к вашим финансам. Вы очень многих людей пригрели на своей груди. Эти люди-змеи были еще заранее, вы не поняли их. И только недавно вы начали разбираться в людях. Очень много энергии вы потеряли. То есть вы потеряли очень много энергии. Вы потеряли очень много свободного времени. Пытайтесь теперь это все вернуть. Ну, он тут говорит про общество и про мужчину. Вот смотрите, мужчина агрессивный находится. Рядом с вами агрессивный мужчина под маской. А может уже и он идет в открытую. Прямо у этого мужчины очень большие, как сказать, планы на то, чтобы вас уничтожить. А кто этот мужчина, расскажи мне. Вот, видите, мужчина, который хочет вас уничтожить. Мужчина, который хочет свершить свое правосудие. Мужчина, который хочет сделать так, чтобы вы ответили за что-то. Потому что вы добились чего-то, а он нет. Этот мужчина давно продался. Продался за деньги. То есть, а их нету этих денег. Но он все равно продается за копейки. Мужчина, который пытается тянуть свои руки к вам, к вашим деньгам. То есть, тут мужчина хочет сделать какой-то самосуд. Он может прийти к вам с примирением, но ненадолго. То есть, не верьте такому человеку. Агрессивный мужчина, который находится в агрессии. Мужчина, который находится в очень жестокой агрессии. Он даже сам агрессирует. Его злость, его просто, знаете, как вот сама эта злость его убивает. Сама злость его уничтожает. Сама злость пытается... Вот сама злость, сами эмоции пытаются управлять этим человеком. Он уже не знает, что делать. Он агрессирует на вас. Он агрессирует на вас. И вот дьявол, который здесь выпал, он мне об этом и говорит. Будь осторожна, не доверяй вот этому мужчине. Смотрите, у кого-то может родственник, у кого-то бывший, у кого-то может быть, не знаю, коллега, напарник, бывший муж. Прям человеку, с которым может и опасно быть. Может быть применена физическая сила. Может быть, знаете, да, скорее всего, физическая сила. Хотела выразиться ещё как-то по-другому, но это невозможно описать только физической силой. Может быть, какое-то избиение. Мне ещё говорит он, передай, что этот человек вам завязывал глаза, пускал пыль в глаза, пускал пыль в глаза. И как-то пытался сделать так, чтобы вышли неправильной дорогой. Неправильной дорогой. Мне ещё говорят о том, что этот мужчина как будто бы ухаживает за своими зубами. Или что-то сказать, что-то с зубами связано. Что-то связано с зубами. Он говорит, что тебя пытаются загнать в угол враги. Вот говорю, враги пытаются загнать в угол. Очень много врагов, которые настроены на тебя очень серьёзно. Здесь может быть применена магическая атака, порчевые ритуалы, агрессивная магическая атака, порчи. Действительно порчи. Сейчас я так повернусь, а то я печку включила, холодно у нас. Магическая, агрессивная боевая магия. Ещё дьявол мне передаёт о том, что здесь могут двое мужчин сражаться, как за тебя, воевать, что ли, за тебя. Ну, есть, может быть, двое мужчин, которые тебя знают. И вот, ой, да, кто-то прям к тебе спешит. Которые тебя знают, и вот у них как-то проходит ревность в твою сторону. Это могут быть два твоих бывших мужчины, которые ревнуют тебя, допустим, да, но они знакомы между собой. Вот, хорошо, что ты ещё хочешь передать? Ну, вот он прям передаёт, что вас будут как будто бы, да, в угол загонять враги. Хорошо, что ты ещё передаёшь? Сейчас скажи. То, что. Есть люди, определённая компания людей, которые собираются на шабаш и пытаются... Не обязательно магический шабаш. Это могут быть люди, которые собираются на разговор, в компании где-то, за столом, в парке, на улице, я не знаю, на лавочке где-то возле подъезда, да, и пытаются прийти к обоюдному решению, как вас сразить, как вас уничтожить, потому что они не понимают, почему вы сильнее их. Вот знаете, как консилиум врачей собирается и решает, что делать? Будь ближе к семье, охраняй свою семью, охраняй своих детей, потому что есть пристальное наблюдение за тобой, за твоими детьми, за твоей семьёй, за твоим домом, за твоей работой. Вот смотрите, я неоднократно говорила уже, что нужна защита, потому что здесь применяется магическое воздействие. То есть неоднократно применяется и будет применяться. Здесь очень много разговоров за вас, он говорит. Очень много пристального наблюдения, разговоров за вас, которые могут вас ранить. Вы будете слышать что-то, будут доходить какие-то слухи за вас, что там за вас что-то где-то говорили, и это будет вас как-то ранить. А он говорит о том ещё, что могут выходить люди в астралу и ночью как-то действовать на ваших детей. Он говорит о том, что пытаются пробраться в ваше сознание, на вас гадают вообще-то это раз. Во-вторых, пытаются пробраться в ваше сознание, понять ваши мысли, сделать на вас морок. Здесь пытаются прочитывать ваши мысли. Кто-то берёт колоду карт и гадает на вас сам. Кто-то идёт к гадалкам, гадает на вас сам. Пытаются понять, что у вас в мыслях. Что вы задумали, что вы запланировали, что вы хотите сделать, что вы будете делать. То есть вот так, да. Здесь говорят об этом, не показывают это, да. То есть он передаёт мне о том, что пытаются копаться в ваших мыслях, понять, что вы хотите сделать. Тут ещё кто-то хочет отучиться на бровиста. Он говорит, что кто-то хочет идти, да, действительно, как бы отучиться на бровиста, пойти как бы работать. Может, да, вы хотите отучиться на бровиста, пойти как бы работать, да. Вот, ну да, вы можете это сделать, в принципе, да. Это ваше дело. Не зря вы это захотели, у вас может получиться, и вы можете, да, очень хорошо зарабатывать. Хорошо, что ты ещё хочешь сказать? Есть мышки, люди, которые тянут, тянут руки к вашим деньгам. Вот он уже сказал пятый, шестой раз, это, наверное, в раскладе мне о том, что тянут руки к вашим деньгам. Делают крадники, делают магию на ваши деньги, делают так, чтобы вы деньги потеряли, чтобы у вас постоянно были расходы. А на ком-то есть магическое воздействие, порча на вот то, чтобы ваши финансы закрылись, чтобы вы испытывали постоянный голод в плане финансов, чтобы вы чуть ли стали, вот, да, не человеком, вот не люблю слово бомж, а вот человеком, который потерял своё, свой кровь, может, вот, да, деньги, работу, всё потерял. Здесь применяется такая магия, потому что вы уже неоднократно видите, что у вас деньги уходят, не получается у вас складывать, идут какие-то постоянно непредвиденные расходы, ниоткуда-то они появляются. Вот вы хотите, да, допустим, там, отложить тайно, да, а у вас это не получается отложить, потому что происходят какие-то расходы, и очень часто, вот как не у обычного человека, да, а часто-часто происходят вот какие-то у вас, то вы заболели, очень много денег на здоровье уходят. То есть, кстати, тут могут даже на вас и колдовать, все силы забирать, атомом, кстати, атом. Здесь как-то проводили ритуал, чтобы забрать ваше счастье, ваше здоровье и забрать с собой. Вот такой ритуал, вот. Вот смотрите, еще есть рядом люди, которые пытаются сделать все на показуху, показать вам, что они хорошо живут, показать вам, что у них все прекрасно, показать, что у них все хорошо, что они могут покупать себе дорогие вещи чуть ли не каждый день, покупать бытовую технику, покупать какие-то наряды, то есть, вводят вас в заблуждение. На самом деле, люди находятся в двойственных ситуациях. Это какая-то пара, которая пытается показать вам, что она хорошо живет. На самом деле, это не так. На самом деле, что-то там не очень хорошо. Ну, как бы тут, на самом деле, люди живут в ограничениях, у них ничего не получается. То есть, тут вот вообще до карты говорят, не доверяй подружкам, потому что, блядь, потому что, знаете, это очень смешно. На самом деле, вот, когда меня зовут на какие-то праздники, я вообще не любитель этого всего, я люблю тишину и покой, ну, такая вот, да, своеобразная. Ну, все-таки ведающая, мы, ну, не совсем любим эти компании. И вот меня приглашают, мы собираемся где-то все, и я вот сижу и вижу, что одна поздравляет друг другу, другую там со свадьбой или другая с днем рождения, блядь. И я сижу, у меня вот этот третий глаз все видит, и как она в мыслях говорит, да чтоб ты сдохла нахуй, сука ты ебаная, блядь. Ну, я тебя поздравляю, да, я все вижу, как люди, блядь, друг друга ненавидят, да, вот как они, блядь, желают зла. А вот простые люди это не видят, они могут даже не догадываться. Вот, ты просто сидишь, блядь, и тебе уже вот просто хочется съебаться, потому что ты понимаешь, что это вот шакалы и гиены, которые собрались, блядь, просто выебнуться, понтануться, повыебываться. Какие у них машины, что у них там все хорошо. На самом деле я вижу каждый их ебаный кредит, понимаете, это как блогеры тоже вас наёгают, вы же привыкли покупать курсы у блогеров, да, которые выставляют своих сопливых, вонючих отпрысков, да, что якобы у них все хорошо, на самом деле там очень все хуёво, эти отпрыски им не нужны. Они голые ходят, да, там, в памперсах, они их не одевают, они даже, они ничего, просто они зарабатывают на детях. Они показывают вам, что они живут в особняках, в хоромах. На самом деле это все реклама, это все взято на показ, чтобы вы скинули им деньги за определенный, блядь, курс. Они отрезают себе ебаные свои желудки, блядь, и с ними работают хорошие хирурги-врачи, они потом вам приходят и дают таблицу для похудения, да, а вы покупаете курсы. Ну, вот такой наёб. Вот я к чему привела этот пример, что у вас есть такие подружки, и дьявол нам говорит, что оглянись, посмотри на своих подружек, которые на самом деле несчастны. Не иди за ними, не ходи к ним, не будь с ними, не иди ихней тропой, не иди ихним маршрутом, не иди ихним лесом, не иди вообще. Вот у каждого своя дорога, свой конец, своя смерть и свои похороны. Вот, даже если будет у нас у всех один одинаковый гроб, похороны у нас всё равно будут все разные. К чему дьявол говорит, что это всё индивидуально, то есть не будь похожа на кого-то, то есть будь собой, будь собой. Сам дьявол у нас пришёл, да, я его поставлю сюда. То есть он говорит, попытайся не быть в ограничениях, попытайся выйти из этих ограничений. Тут, кстати, может быть кто-то учится на лаборанта, да, на самом деле. Видите, потому что у нас дьявол тут изображён, что он якобы, да, запирает людей в колбочки, да, вот такой вот он у нас изображён плохой. Вот, но на самом деле он не запирает их, вот, он открывает им дверь. То есть тут есть люди, которые хотят прокрасться к вам. Какой-то мужчина из прошлого, смотрите, тут двое мужчин из прошлого к вам хотят прийти. Но очень хитрым способом. Все мужчины, это я к женщинам сейчас обращаюсь, все мужчины, которые были с вами рядом, дьявол говорит, что они недостойны вас. Они были какими-то альфонсами, они были какими-то людьми, которые не могут дать вам что-то хорошее. Они были какими-то уёбками, на самом деле, грубо говоря, прямо, которые вас обесценивали, которые не давали вам чувствовать себя нужной женщиной. Кстати, кто-то из вас ушёл в буддизм, и даже они высосали с вас всю энергию. Даже вот дьявол говорит о том, что вспомни, когда бывшие приходили к тебе, ты спала с ними, они одевались и уходили, даже не посидев с тобой, не побыв с тобой после постели, грубо будем говорить. Все взрослые люди после постели, после интима, они не были с тобой, они уходили, бросали тебя как прокладку и уходили. А ты оставалась и чувствовала себя раздавленной, уничтожной женщиной, которая никому не нужна, это действительно было так. И он говорит, не надо, вот люди, очень много людей вышли здесь, бывших, которые хотят к тебе прийти. Это не пускай их обратно, то есть не терзай свою душу, которая и так уже растерзана в клочья. Ты отдавалась тому бывшему, ты отдавалась этому бывшему, а ничего взамен не получала, ты отдавала только свою энергию, а потом тебя предавали. Кстати, здесь может быть магическое воздействие на то, чтобы вы были одна, чтобы вы не смогли выйти замуж, чтобы вы были одна. Скорее всего, даже у кого-то здесь порча на смерть, на уход, да, на уход. Но здесь больше акцент он делает на то, что вам сделали магическое воздействие, чтобы вы не встретили свою любовь. Вот. Я не люблю говорить вот это близнецовое пламя, как все шмары здесь это говорят под копирку, вычитали где-то со скрипта, блядь, с инструкции. И поставили на стенку и читают вам заученные фразы, чтобы там всё прекрасно у вас будет, хотя вы уже там в больнице вздыхаете, они вам читают это всё, да. Ой, ладно. Вы не встретите, многие не встретят своего мужчину, потому что на вас есть порчевое воздействие, и мужчины все от вас уходят. Обратись за консультацией, то есть он говорит, обратись за консультацией, пускай тебе помогут, пускай тебя вытащат. И только тогда ты обретёшь свободу. Вот. И врагов надо своих наказывать, а не прощать, потому что тем самым ты делаешь себе плохо. Вот. Кто-то хочет уехать, очень тайно уехать. Кстати, смотрите, вы от кого-то скрыли поездку туда, куда вы хотите поехать, но человек, от которого вы скрыли эту поездку, уже давно всё узнал. Вот он передаёт мне, что, значит так, поездку, человека, от которого вы скрыли поездку, он уже и так всё узнал и может даже поехать за вами. Вот. Поехать за вами. Да, скорее всего, кто-то закрыт. Вам нужно делать чистку. Вам нужно делать чистку. И тогда вы выйдете из подвешенного состояния и обретёте спокойствие, которое было у вас раньше. И головные боли, и головокружение, которое есть у вас сейчас, у вас как будто на голову очень много мыслей давит. Мигрени вы мучаетесь. Это может быть тоже из-за магического воздействия, которое на вас сделали, потому что вы как не в себе находитесь. То есть, да, постоянные тревоги. Всё, на этом я заканчиваю наше послание, и диалог с дьяволом у нас закончен. За более личной консультацией вы можете обратиться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Всем добра, не болейте, всего хорошего.